Музыка И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налетели на дом тут, и он упал, и было падение его велико. И когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Иисус, знаете, когда люди приходят ко Христу, они думают, что у них все будет в шоколаде, но это хорошо, но их, может быть, кто-то неправильно учил, знаете, потому что не всегда наша жизнь, она в шоколаде, потому что приходит мармелад, потом может прийти карамелька, а потом, может быть, и не будет конфетки. И здесь Иисус говорит, что человек, который строит на камне и исполняет слова Божьи, он устоит в проблемах. И здесь, как минимум, указано, что будет три проблемы в вашей жизни. Если мы внимательно читали, или читали, но еще осталось там, Сережа, там написано, что придут что? Дождичек пойдет, правильно? Потом идет река, а потом еще и ветер. Ну, если бы пошел дождичек, то бы еще хорошо. Итак, друзья, мы строим на основании, и это должно быть оно твердым основанием в нашей жизни, потому что беды, они разные по уровню и по силе удара, они приходят в нашу жизнь, по-любому, и придут в нашу жизнь. И когда Иисусу спросили, Иисус, у нас жизнь будет в шоколаде, они говорят, он говорит, нет, друзья, у вас не будет вся шоколадная жизнь. Чтобы войти в Царство Небесное, надо очень много потрудиться над собою, понимаете, чтобы войти в Царство Небесное. Он не сказал, что будет все хорошо, он сказал, что надо работать над собою прежде всего, и тогда мы пойдем все вместе. На прошлой неделе вам было проповедано, да, о вере. И я спрашивал все-все, которые причинены дамашние, а что такое вера, кто как понимает о вере. И каждый высказывал, да, свою позицию о вере. Но основное, знаете, в чем заключается вера? Вера, она заключается в доверии к Слову Божьему. Потому что Слово Божье, оно является нашим крепким основанием в нашей жизни. У некоторых, которые люди покаялись в прошлой жизни, вообще я провокатор такое, я иногда людей провоцирую, чтобы узнать, что у них там в сердце находится. И людей надо иногда нажимать, надо идти кнопочки, чтобы узнать, что они там внутри. Иногда это больно, иногда... Ну, больно на себя послушать, конечно. Ну, зато ты узнаешь, какой у тебя брат или сестра, пушистый или не пушистый, беденький. Но это хорошо. Главное, чтобы и тот или другой услышал, что они говорят. Но я не так сильно провоцирую. Но иногда это делать, потому что мы, друзья, мы по натуре еще и психологи. Потому что мы работаем с людьми. И нам надо людям указать путь. Вы понимаете? Вот сестра не зря свидетельствовала о том, что ей было как минимум два подтверждения, что у нее время. А эмоции, желания, они вот это подавили. Надо услышать и доверять, чтобы не попасться в капканы и ловушки сатаны и дьявола. И я спрашивал некоторых братьев и сестер, ну, в основном братьев, я спрашивал. Говорю, вот люди, которые были раньше подвержены, например, наркозависимости, алкозависимости. Ведь, смотрите, мы же приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя, правильно? И мы здесь мотивируем себя и других, говорим, мы будем как Иисус, мы пойдем завоюем, правильно? Мы стараемся, и у нас есть эталон образца, да, как Иисус. То есть мы должны подражать как Иисус, правильно? И когда человек падает, я спрашиваю, у тебя что, Иисус наркоман? Он смеется, смотрит на меня как дурачок. Я говорю, нет. Я говорю, ну а что ты, вот, тебя Иисус освободил от наркотиков, а ты пошел опять там. Ты же хочешь быть похожим на Иисуса, да? Да у тебя Иисус наркоман? Нет. А говорю, у тебя что, Иисус пьяница? Нет. А что ты опять идешь туда, вот, тебя тянет выпить? Или Иисус там что, напивался как свинья? Нет. Знаете, и у другого спрашиваю, а что ты в депрессии постоянно? У тебя что, Иисус депрессионный был? Нет, ну я там понимаю, я в православие сам ходил. Там Иисус, он постоянно плачет. Или такой мученный, и все понятно. Но ты что? Он говорит, нет. Я говорю, нормально, а в основное время он ходил. Кушал везде, и смеялся, и на свадьбах был. Говорят, нет. Я говорю, друзья, надо считать Слово Божие. И изучать, какой у вас был Иисус на самом деле. Вы понимаете? Ну и жизнь показывает, что люди, приходя к Иисусу, знаете, они не улюбляются, так как говорила Юля, в Слово Божие. Да, у нас есть планы победы. Надо прочитать. Можно прочитать всю Библию из один день. Но у Библии и Слово Божие говорит нам о том, чтобы мы вникали, то есть разбирали это Слово и применял каждый лично его к себе. А у нас люди приходят на домашнюю группу, каждый раз на это приходят, и ты видишь, вроде нормальный, и начинаешь его там в лидерский состав, как бы давать школу лидеров и все остальное. Об этом начинаешь с человеком беседовать. А оказывается, все проходит по верхушкам. Нету корня, друзья. И мы читаем притчи, да, если у тебя нету корня, что приходят? Проблемы приходят? Корень для чего нужен? Чтобы воду живую пить, правильно? Почему деревья здесь? Вон, едешь на Мертвое море, смотришь, там скала и дерево стоит. То есть надо такой корень ему быть, чтобы он как-то до воды добрался и там водичку пил, живую. Знаете, живая вода, живая вода, это Слово Божье. Написано, что Иоанна 1, 14. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели Славу Его, Славу, как единородного от Отца. Друзья, 1 Иоанна мы читаем вообще, да? И Слово было у Бога, и Слово было Богу, да? То есть Иисус, это и есть воплощение, воплощение, да, живого Слова. То есть вот как это произошло? Вот взяло оно и произошло вот так, раз. И как же нам, друзья, строить на этом основании, на Иисусе Христе? Вот что мы возьмем? Иисуса Христа, которого... Он на небесах сидит сейчас, а здесь только Дух Святой. Будем на нем строить. Так это вот практически действовать. Друзья, чтобы устоять от всех дождей, ливней и ветров, которые идут в нашу жизнь, они идут. Вы вот смотрите, никогда раньше такой погоды вы знали или не было, правильно? Да. Что-то меняется. И в жизни проблемы придут в вашу жизнь. Я их не хархую, не провозглашаю, не исповедую, как моя жена говорит. Что ты такое говоришь? Я говорю, Слово Божие, как оно говорит. Вот оно написано, дождик придет. Что делает дождик? Он по крыше бьет, да? По бокам, по стене. Так и в твою жизнь придет когда-то дождь. Сначала маленький дождь придет и начнет по твоей крыше и по твоим стенам, которые ты построил, на основании, которым неизвестно. Оно придет в твою жизнь, приходят проблемы. Люди. И тогда, когда приходят проблемы, тогда всплывает, на каком основании человек строил. У человека всегда есть приоритеты. И я всегда на домашке учусь, что нарушая приоритеты в своей жизни, тебе рано или поздно придут проблемы в твоей жизни. Потому что всегда у нас должна быть гармоничная жизнь, определенный баланс в нашей жизни. Так же, как дух, душа и тело, так и в нашей. У нас должен быть правильный приоритет. Вы понимаете, если ты строишь, да, только на семье, и у тебя семья – это святое, но здесь, по-моему, скажи, у кого семья не святое. Все скажут, что семья святое. Скажут, ты что? Но если нету Бога на первом месте, а на первом месте у тебя семья, будут проблемы. Если у тебя на первом месте работа, а не Бог, будут проблемы. Друзья, будут проблемы. Мы здесь все много работаем. Все очень много работаем. Ну, на первом месте должен быть в нашем сердце Бог. Экклесиаз вообще говорит, утром и вечером работай, не знаешь, кто или иной приведет тебя к успеху. Но есть приоритеты, друзья, есть приоритеты в домашке. Если у тебя есть домашка, то можно в этот день поработать меньше, приехать на домашку. А Бог тебе даст легче работу в следующей или больше часов компенсивно. Человек работал, Дима, и проблемы пришли. А проблемы как приходят? Как Юля говорил, сначала в разум. А если ты не знаешь, как устоять в этих проблемах в разумах, как бороться с этим, как устоять, то все, что проходит. Я вам объяснял, как это действует. Оно приходит сюда, а потом приходят в сердце эти мысли негативные. А потом приходят определенные условия твоей жизни, и все, что тебе там заложено в твоем сердце, оно уже проявится в виде греха, друзья. И когда у тебя на первом месте еще что-то другое не Бог, будет проблемой, друзья. А приоритет у нас в первую очередь Бог. Я не говорю о том, что мы должны сейчас идти в Кирию и 24 часа там мыть. Нет. Но есть приоритеты в нашей жизни, которые надо расставить правильно, чтобы когда придут бури в твою жизнь, ты устоял. Я не знаю, что в нашей семье еще надо прожить, сколько мы уже чего только прожили и проживаем. Но я вам честно скажу, если бы у нас не было раньше заложено правильного основания слова Божьего, знаете, я не знаю, где мы были уже. Вообще-то, наверное, если демон сожрал бы просто и раздавил. Друзья, как работает Слово Божье? Я уже на томашке рассказывал, что у Бога все очень гениально просто. Если мы начинаем читать, да, бытию. Сереж, давай откроем. Народу Божьему бытию прям с первого стиха. Прочитаем и Ильин просто напомнит. Как это все работает? Все очень просто. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Друзья, все очень просто. Бог, Иисус и Дух Святой. Какие события произошли? Пришел Иисус. Умер воскрес на третий день. Пошел наверх. Правильно? Вместо Него кто пришел? Дух Святой опять вернулся. Правильно? До этого Дух Святой тоже был здесь. Итак, Дух Святой он сейчас здесь. И принцип сотворения мира, который здесь, он остался заложен здесь. Если ты высвобождаешь Слово Божье, то Дух Святой, он берет это Слово Божье и материализует в твоей жизни. Понимаете? Не, ну если это на плохое, конечно. На плохое он не материализует. Потому что Дух Святой, он работает вместе со Словом Божьим. Тот же принцип остался и сейчас. Ты про... Я раньше думал, ну как бы ты, мне говорили, вот из победы Слово Божье, оно надо, надо. Я понимал, что оно надо. Почему не надо? Ну хорошие слова, все, надо. Одно дело, когда ты вот произносишь, ну надо, давай поверить, поверить надо. Но оказывается, потом мне Бог просто говорил, ты заклини в первую главу. Я взял, заклинил. Он говорит, что ты увидел? Я говорю, принцип увидел. Какое? Очень простое. Исповедание заключается, суть исповедания, то, что Бог, Дух Святой, материализует Слово Божье в твоей жизни. И когда в твоей основании заложено правильное основание, это Иисус Христос, а Иисус является Словом Божьим, материализованный плотью, так написано в Иоанн 1,14, то, когда мы берем Слово Божье и начинаем его провозглашать, когда Дух Святой берет это Слово на твоей ситуации и начинает менять все вокруг, оно так работает. Как и нюансы, я не знаю. Как и нюансы, я не знаю. Это называется, ответ на предыдущую пробовать пастырь, называется, жить по вере, по доверию Слову Божьему. Теперь вы понимаете, как это работает. Не так вот просто, давай, как мантру какую-то, читай там, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, вместо из писания. Нет, друзья, вы должны понимать, как оно работает. Тогда вы это, когда приходит Дух Жизни, Дух приходит, и оно начинает работать в вашей жизни, и обстановка в вашей жизни, вот этот негативизм весь, и тьма, она начинает расходиться, и приходит свет. Свет в конце туннеля, если мы, конечно, идем по пути на небо. Туннель внизу, вы не будете, туннеля. Я уже раз говорил, да, многие говорят, что ада нет. Я говорю, что ад есть. Я его не видел. Но Бог мне дал такое ощущение из страха, что я в аду, пополовину уже, что я днем и ночью стоял на коленях и просил. Только одно покаяние было. Господи, прости и помилуй. И плакал крокодилями и стезами. Вот такое было покаяние. Меня раньше не учили, как меня здесь учат. Отрекайся, принимай Иисуса. Вот так упал. И плакали вместе с женою. Крокодилями и стезами. Вся церковь плакала. И только сказали, аминь, не все. Вот такое было покаяние, знаете. И написано в Слове Божьем. Кому много прощено, тот крепче и любит. Кто понимает, сколько простил. Кому Иисус, тот начинает крепко и любить. Еще одно подтверждение про материализованного Иисуса. Откровение 19.13. Сережа, открой, пожалуйста. Хорошее место Писания. Пусть побудет, чтобы люди посмотрели. Он был облечен в одежду, обогрян кровью. Имя Ему – Слово Божье. Объяснять не надо, да? Иисус через это все прошел. И в конце Слово Божье. И мы ставим знак равенства. Иисус равно Слову Божьему. И наоборот. Стрелки, может, туда и обратно, как математики. Друзья, строительство на основании означает слышание и исполнение Слов Божьих. Если ты хочешь строить свою жизнь на основании, начать. Тебе надо начать правильно. Знаете, очень хорошее время. Начало Нового года. Досвятой сейчас работает с нашими сердцами. Я думаю, что Досвятой, может, напоминает, какое основание в твоей жизни. Я молюсь, знаете, чтобы Господь, Он просто прикоснулся к каждому сердцу и показал, какое основание в твоей жизни. Если неправильное основание, мы сейчас будем просто разрушать. И чтобы вы просто переосмыслили, что вам надо строить на новом основании, на камне, на Слове Божьем, на Иисусе Христе. Да, было что-то. Да, но мы не будем жалеть. Мы сделаем правильные выводы и будем идти дальше. Потому что нет смысла, братья и сестры, там проповедовать, мотивировать. Давайте завоюем, давайте это чего? Кого завоевывать? Чего завоевывать? Когда у тебя нет оснований. Потому что придут проблемы. Эта проблема, они просто съедят себя. А на закуску еще дьявол сожидает. Потому что написано, что дьявол ходит, как летающий лев, ища кого поглотить. Дьявол не пришел, чтобы тебе цветочки принести. Он может только цветочки через кого-то принести на могилку, когда тебя закопают. Понимаете? Он пришел, чтобы пожрать нас просто. И наши семьи, и наши рода просто сожрают. Еще одно мое желание, знаете. Потому что написано, что Иисус, Он пришел для нескольких целей. Но это отдельная проповедь. Но я хочу сказать, что одна из целей Иисуса, это Иоанна 1, 3, 8. Написано, что для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Я уже не раз говорил, и говорю, и на домашке говорил, что каждый из вас должен поставить цель. А цель одна, стать как Иисус Христос. Критей, конечно, этого мира мы уже не понесем, потому что Он забрал. Но стать разрушителем дел дьявола – обязанность каждого здесь присутствующего. Друзья, многие здесь с парами, многие не с парами. Это говорит, если вы не семьей, это говорит, что у вас проблема в семье. Потому что какая-то часть из вас, она может быть не спасена. И другой со стороны брат и сестра, он не придет в твою семью, не будет разбираться до основания, и не будет разрушителем дел дьявола в твоей семье. Это касается и ответственность лично каждого для себя. Стать воином Иисуса Христа и стать разрушителем дел дьявола. И начинается твое поле деятельности. Это в первую очередь в твоей семье, чтобы ты сдал пролом за спасение своей семьи и своего рода. А род твой, люди умные посчитали, как Юля здесь говорила, это 256 человек. И если ты один начнешь молиться за твой род, и когда ты придешь на небеса, ты увидишь как минимум 256 человек спасенными. Опа! Вот тебе и математика. Вот тебе и мотивация. Друзья, нам пора возрастать. Понимаете? Возрастать в Боге. Это как бы цель, к чему нам надо стремиться. И я подведу итог. Знаете, Экклезиас, умный человек, написал очень много умных книг. И в конце он написал одну хорошую стихотворение. Экклезиас 12.13. Выслушаем сущность Его. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Аминь. Знаете, к этим словам ничего добавить. С чего мы начали, к тому и мы пришли. Мое желание, знаете, чтобы мы были не только тем, что мы можем говорить, а чтобы у нас были правильные дела. А наши дела соответствовали тем словам, которые написаны в Слове Божьем. Я сейчас хочу открыть здесь жертвенник. для тех людей, кто строил они на правильном основании. Я не буду вникать. И мне не интересно вникать, в каком основании вы, например, это строили. Есть Дух Святой. Он покажет вам ваше основание, знаете. И давайте мы покаемся и в этот год начнем, чтобы мы правильно свою жизнь вложили на правильном камне, на Иисусе Христе, на Словом Божием. Чтобы мы не только были, знаете, вот так словами друг друга, там, что-то говорили и слова Божьем. Чтобы мы просто тихо, спокойно исполняли эти слова, могли устоять в тех бурях, проблемах, знаете, которые грядут на эту землю, грядут на каждого из нас. Если мы не будем все вместе, не будем в единстве, мы не устоим, братья и сестры. Но для того, чтобы нам всем устоять, надо, чтобы мы все были на правильном основании. На камне, на Иисусе Христе. Аминь. Давайте, выходите, помолимся. Знаете, можно, конечно, помолиться и там, где ты находишься. Но для чего-то Бог сделал, да, и придумал жертвенник. И жертвы для чего-то приносили. И сходил огонь Божий. Фух. И он что делал? Он принимал эти жертвы. Когда сходил Божий огонь на жертву, это был знак для израильского народа, что Богу угодно эта жертва. И когда ты выходишь сюда и говоришь Богу, да, я не строил на правильном основании, но хочу сейчас построить это. Хорошая жертва. Бог сходил. Он разрушает старое основание. И дает тебе новый шанс. Человек, он может тебе ничего не давать. Знаете, в чем Божья милость? Бог каждый раз нам дает этот шанс. Что-то поменяться, что-то изменить свою жизнь. К лучшему. Аминь. Я рад за всех, что вы все на правильном основании. Но пойдет Бог, придет ко мне на домашку, я проверю, кто на каком основании строил. Вам этого не избежать. А домашка будет, ем, решени. Я проверю все ваши основания. И при всех, как там написано, буду обличать. Написано при всех обличать. Почему? Чтобы другие боялись. Не меня боялись, а суда Божьего боялись, который придет в вашу жизнь. Меня бояться не надо. Но суды Божьи, они приходят в нашу жизнь, чтобы поменять нас, изменить нас в лучшем.